15 лет. Им настолько и даже больше прошло с момента выхода легендарный Star Wars Empire at War. Вот он на свете, друзья! Сегодня посмотрим, как там Empire at War. Поддержите этот выпуск своим лайком, вы мне очень поможете, и подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Мы начинаем. Запускаем Steam, открывается библиотека, и предлагаю сразу провести совсем небольшой эксперимент. Я сейчас открою страницу Empire at War, и мы посмотрим, сколько друзей играет, сколько друзей играло недавно, и сколько добавило ее в избранные. Черт возьми! Сейчас играет в нее прямо мой один друг. 9 играло недавно, 55 раньше, и еще трое добавили ее в избранные. Хочу напомнить еще раз, если вдруг кто-то перемотал начало, игре более 15 лет. В феврале 2022 будет целых 16. А в нее до сих пор играют люди, и более того, ее желают приобрести. Это значит, что комьюнити постоянно растет, пополняется новыми членами семьи, и это не может не радовать. И, как по мне, это не просто, как я опять-таки сказал в начале, легенда, а та игра, которая врезалась к каждому любителю Звездных Войн стратегий в сердце. На самом деле, если вы думаете, приобрести мне эту игру или не приобрести, по-моему, эта вот табличка, друзья, играющие в это, это, как-то обидно, отвечает на ваш вопрос, ну, полностью. Но если этой таблички вам мало, хорошо, давайте зайдем, например, в мастерскую, там, где создаются модификации к игре. Модификации создают сами фанаты, то есть такие же простые игроки, как я и как вы, дорогой зритель. Давайте, к примеру, нажмем по количеству подписок в модификации от большего к меньшему, и мы видим с вами здесь кучу-кучу модификаций, которые, хочу отметить, большинство обновляются. Давайте, вот, например, зайдем на самую популярную. Она вышла в 2017 году, а в последний раз обновлялась 22 июня 2021 года. Разработчик уже сидит над ней целых 4 года, вот скоро будет 5. Давайте зайдем на другую модификацию прямо при вас, без каких-либо вырезок. Например, вот на эту. Вышла она в 2017 году также, но прекратилась обновляться в 2020. Но это и неудивительно, у каждого у нас с вами дела, и забросить модификацию на совсем недолгое время, год назад буквально, последний раз обновлений было, я считаю, что это нормальным. Ну, давайте, ладно, зайдем, к примеру, вот на, ну, на эту модификацию, Age of Legends она называется, обновлялась совсем недавно, 10 ноября. Ну, если вам и этого мало, давайте, к примеру, зайдем, ну, на третью страницу, пускай, и выберем, ну, вот этот мод, вот он, Star Wars Clone Wars Submod. Это Submod, добавлен он был 9 сентября 2017 года, но, опять-таки, это, скажем так, дополнение. Ну, ладно, давайте уж еще одну модификацию мы посмотрим. Вот, например, классная, мне нравится картинка, давайте посмотрим, когда она вышла. 28 марта 2020 года. Ну, и давайте покажу вам еще модификацию нашего русского разработчика. Если что, на канале у меня есть много обзоров на нее, можете поискать, посмотреть. Видео так и называется, мод от русского разработчика. Он его обновил, хочу отметить, совсем недавно, 22 декабря, на момент записи, это 7 дней назад, заметив час ночи, парень старается и не спит ради нас. Я показал вам мастерскую не просто так, ибо она отражает активность игроков. Если много модификаций, и они обновляются, или постоянно добавляются новые, это означает, что игра жива. Иначе для кого бы, собственно, разработчики делали свои детище? Для самих себя, что ли? Конечно, нет. А если мы, кстати, опять-таки с вами зайдем, например, вот на эту модификацию про Мандалорсов, тут Боба Фетт, прямо к новому сериалу, мы с вами увидим, что оценок-то очень много. А если мы с вами сюда спустимся, увидим, что много подписчиков, целых 32906 человек. И я думаю, никто не будет спорить, что если бы никто не играл в Empire of War, зачем они оформили подписку на эту модификацию и забивали себе место на компьютере. Поэтому даже это означает, что в игру активно играют. Опять-таки мы уже посетили вот эту табличку, и мастерскую, и эти обе вещи нам сказали, ребят, я живая, покупайте меня и играйте в меня. Но если еще мало, хорошо, давайте зайдем в саму игру и посмотрим, есть ли сейчас сервера непосредственно в мультиплеере. Поехали туда. Я уже нахожусь в игре, никаких у меня модификаций сейчас не стоит. Давайте зайдем во вкладочку мультиплеер. Абсолютно сейчас без вырезок буду делать, чтобы вы не подумали, что там чего. Мультиплеер, интернет. И сейчас есть два сервера. На одном из них два игрока, на другом один игрок. Сейчас 11 часов по московскому времени. Четверг. Конечно, сейчас новогодние там праздники, каникулы и так далее. Но вы сами видите, что действительно есть сервера. Это люди, которые, я так подозреваю, создали их просто так, без каких-либо сборов друзей и так далее и тому подобное. Ждут игроков. И, чтобы вы понимали, мы проводим, я провожу на своем канале стримы. Например, сегодня он тоже будет. И мы играем в Empire at War. И набирается полные сервера по 6, по 8 даже человек. Давайте попробуем зайти. Надеюсь, у них никаких модификаций нет, да? Никаких модификаций абсолютно нет. Вот так это все выглядит. Давайте я выберу сторону. Ну, пусть будут повстанцы. Тим 2, соответственно. Напишем ребятам Hi. Мне ответили воспитанные люди. Давайте выберем Синдикат Зана. Может, они тогда запустят игру. Будет 1 против 1, против 1 получается. Напишем давайте Go. Будет сейчас проверка, работают ли сервера. И, к сожалению, Тимми Амазонии. Извините, но я буду выходить. Итак, у нас с вами запустился сервер. И вуаля. Как видите, он абсолютно рабочий. Ну, давайте, например, полетим сюда. Все работает, все играет. Сами видите, улучшается. Опять-таки, давайте улучшу сейчас. К чему я это вам все показываю? Чтобы вы не сомневались в работоспособности сервера и так далее и тому подобное. А то скажете, ну хорошо, запустилось-то запустилось, а работает ли он? Как видите, работает, все функционирует и так далее и тому подобное. Мне просто жалуются некоторые люди в комментариях, кто смотрит мои видео по Empire at War. К тому же по сетевым битвам постоянно идут жалобы, что у кого-то там что-то не работает. Вот, пожалуйста, я прямо сейчас на видео без подготовки какой-либо зашел с утра, когда в Москве только утро, а на Западе там и если Америку брать там вообще уже под ночь. Ну, опять-таки, в зависимости от страны, поэтому нашел два сервера, на один из них зашел и вот, пожалуйста, мы играем один против одного против одного. Как по мне, это, ну, очень неплохо для игры, которая вышла, извините меня, более 15 лет назад, но помню, что 16 лет скоро будет. Вы где еще найдете игру хотя бы, которая вышла, ну ладно, полтора года назад, чтобы там был онлайн хороший? Вот, скажите, пожалуйста, я не буду спорить, конечно, такие есть, но большинство из них уже забрасывают спустя год и переходят как раз-таки вот в такие старенькие игры. Поэтому, вот тут, кстати, тупит человек, возможно, новичок, не буду этого исключать, ибо он как-то, ну, ну, играет, короче, не по Battlefront, какого Battlefront-овски, не по Empire at War, но ничего страшного. Да, бывают вот такие проблемы с пингом, но опять, это игра старая, и здесь вот такие моменты, конечно, бывают, но, в принципе, сейчас вы сами увидели, все работает, все играется, пожалуйста. Погу вам лишь сказать, чтобы вы так же, как и я, наслаждались в этот чудесный продукт. Ну что ж, эта старенькая, но любимая всеми Empire at War еще держится, и даже как держится, и на вопрос, стоит ли ее Отто покупать, я без раздумий отвечаю, беги, покупай и наслаждайся. Обязательно поддержи данный видеоролик своим лайком, чтобы его увидело как можно больше любителей хороших стратегий и Звездных войн. Подпишись на канал, мне будет очень приятно, а с тобой был Отто, еще увидимся.